Говоришь в Москве под носом у Путина, что-то не то скажешь, тебя могут не выпустить из России, понимаете? А когда ты уже уехал, ну в крайнем случае не пустят обратно, понимаете? Это уже нормально, более-менее. Вот. Мы с них совести, и пошел. Я-то на концертах говорю все, что хочу. Особенно, чем дальше уеду, тем больше говорю. У нас люди очень быстро переходят от состояния, значит, благодетствия в состояние выживания. То есть этот человек вчера еще копил на возврате, а Саус так говорит, надо гречку закупать. Ну, понимаете, соль. И это совершенно, надо пойти купить соль, гречку, спички, все, все, хорошее время закупать, ну все. Поэтому, и кто-то, знаете, я сколько-то помню себя, у нас с нашим правительством просят затянуть поясок потуже. Он просит затянуть поясок потуже. Вроде уже все устаканец, и опять надо потерпеть. Потерпеть. Давайте затягиваем еще раз. Ну, кто затягивает на чем, кто на пояс, кто на шее, кто на шее. Вот, конечно, каждый раз, когда наш правительство просит нас затянуть поясок потуже, тем больше вы уверяете, что правильно в истории вы уехали. Это я понимаю. Значит, надо затянуть поясок потуже. Нет, понятно, что все действия наших внешних политических направленных внутри все-таки страны. Уже американцы вообще, они не знают, ну они знают, что из России водка, медведь, они знают. Вот это все уже, они даже не знают, что есть в Украине, еще в Казахстане, вот это все, это все, это непонятно, что это за республики. Вот, русские, это, понятно, загадочные. Я не к Мэйти крашу соло. Вот это, ну, такой бренд, понимаете, я не к Мэйти крашу соло, под это дело можно такие наваляться. В общем, конечно, я хочу сказать, сейчас сложно. Санкции вот эти, шманкции, мы вообще их не ощущали. Мы ощущаем те санкции, которые на нас наложил родной правительство в борьбе с Западом. Это мы ощущаем. Население еще не понимает, население плохо считает население. Вообще, население пребывает в сладком ощущении, что мы восстановили имперскую, так сказать, полетику, что мы можем им показать пулькинувать. Не важно, что мы им с голой, что... Но... И это всех как-то радует, к тому же сейчас сажать стали всех. Вот эта мода прошла. Вот Запад все санкциями давит, давит санкциями, понимаете, а что давить, что давить? Они же думают, как, сейчас мы надавим санкциями, народ вознудился, выйдет на улицу и свергает динамизмное правительство. Ага, сейчас. Во-первых, холодно. На какую улицу кто выйдет? Мы же не Украина, понимаете? Сейчас выйдем на улицу. У нас когда можно выходить на улицу в мае, уже надо на картошку ехать, огороды копать, понимаете? Ну, выйдет куда. А потом, понимаете, у нас люди уникальные. Я, знаете, я патриот своей страны. Я патриот своей страны, хотя сейчас у нас патриот это тот, кто только хвалит, только вид хорошее, это патриот. А если не дай Бог, что ты увидел недостаток какой-то, то уже ты не патриот. Ну, так время такое, знаете, как наши западные партнеры не понимают русскую душу. Они думают, что вот мы так уже, так сказать, мюхнули капитализм. И теперь, значит, потеряв вот то, что нашел, так, типа непосильным дурдом, вот, во-первых, посильным, но неважно. Значит, то, что нашел, так, ну, сейчас вот и возмутимся. Да ничего подобного. Мы, конечно, все сейчас очень радуемся, что Крым наш. Понимаете, это особенно радуется тем, кто никогда туда не мог поехать, и сейчас не может, и не поедет никогда. Бог любит наш. Я видел наших туристов в Испании, они уже ходят в майках «Испания наш». А че? Вон, мы сейчас этим залом пойдем, такой, русскоговорящий, проголосуем, и ей отделимся всей Эмбонсенхайскую. Скажем, привидос, волон, в твои теплые объятия. Все. Откроем там представительство. Нет, ну, какой-то, нас Сирия признает. Сейчас Сирия на все готова. Они уже вообще боятся. Они не знают, какой ее нежданчик прилетит, понимаете? Алланд, Меркель, они уже боятся встречаться, потому что мало ли, что еще, мало ли какие мы еще границы восстановим. Понимаете? И Финляндия есть тоже наша была, и в конце концов Аляс. Помните эту знаменитую шутку, уже придумали название? Айскры. Вот. Наша. Все. И все время народ отвлекает, все время народ отвлекает. Дума, это у нас, ну, такая-то не надо в последнее время. Это же просто, ну, цирк такой. Я очень переживаю, я серьезно переживаю, потому что люди наивные у нас, изобретательные, да, с необыкновенной смекалкой, с каким-то смешным... Мне прислали из города Рыльска, из монастырской лавки, значит, цельник. Продается фито-чай. Храни вас Господь. Еще ниже. Срок хранения два года. Понимаете? То есть, хранит Господь страну, но срок хранения ограничен. Конечно, особые люди, с особой психологией. У меня одна знакомая, значит, хотела сделать котлеты. Ну, котлеты хотела сделать, и у нее сломались и кухонные компания, и мясорубка. Все сломалось сразу. А котлеты, ну, она так хотела сделать котлеты, ну, другая бы, там, европейская женщина, ну, сделала бы объемные. Нет, она хотела котлеты. Все, я хочу котлеты. Все. Взяла этот кусок мяса, заморозила в морозилке и натерла на терке. Представляете? Как хотела котлеты. Кому еще придется в голову. Народ же лучший у нас, понимаете? Все, кто выжили условия с нашей медицины, все-таки крепкие. Знаете, все-таки крепкие. Многие уехали за границу только потому, что нас лечить не умеют. Ну, те, кто остались, у них это уже крепкие. Вы знаете, я собираюсь истории, там, про нашу медицину. Медсестра будет пациента. Больной, просмитесь, 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 больной! А вы что? Я вам сенатурное принесла. Или, знаете, медсестра звучит в поладу. Войдите. Она заходит, значит, лежит больной на койке. Она раскидывает одеяло, выбривает ему, значит, лобок, переворачивает его, ставит ему кликну, делает укол, переворачивает опять, всовывает в интересное место перед тем, как перевернуть градусник, и закрывайте одеяло. Он говорит, у меня только один вопрос. Зачем вы стучали?